Мы сможем добиться этой цели. Да, в этом мире ничто не происходит по взмаку волшебной палочки. Нам придется приложить очень много усилий. Придется долго, кропотливо и упорно работать. Но в моем сердце жива вера в незыблемость старого принципа. Дорогу осилить идущий. Спасибо. У нас добавит еще Михаил. Аксеров, несколько слов буквально, да? Спасибо. Так, не слышно? Хорошо. Большое спасибо всем предпочтенным сфотопшем. Хотелось бы просто добавить. Я каждый раз говорю, это журналист, на всех заседаниях, на всех круглых столах и прочее, о том, что вы когда что-то делаете, нужно сам понимать, для чего вы это делаете. В случае, например, если вы убираете пешеходный переход, или светофор, или строите развязку, какая у вас целевая функция, по какому параметру вы оптимизируете? Вы хотите увеличить количество проезжающих автомобилей? Вы хотите увеличить количество проезжающих людей? Вы хотите увеличить комфорт людей, которые, допустим, перемещаются? Вы хотите улучшить экологическую ситуацию и так далее? То есть по какому параметру вы оптимизируете? То есть если задача стоит, например, чтобы проехало больше автомобилей, то да, давайте убирать все пешеходные переходы, светофоры, заказывать весь город в цирковом асфальте, да, все будет хорошо. В случае же, если речь идет о том, что вы хотите, чтобы по этому участку, например, могло перемещаться большее количество людей, тогда нужно вести речь о том, что нужно бы смещать приоритет с автомобилистов в сторону общественного транспорта, в сторону пешеходов. Почему? Ну, потому что сейчас у нас в России есть очевидный перекос в том смысле, что те экстернали, которые существуют, они нифига не интернализируются, то есть они не перекладываются на плечи тех, кто их создает. То есть автомобилист, занимая место, он за него сейчас не платит. Автомобилист, допустим, загрязняем воздух, он это платит постольку, поскольку не слишком существенная цена установки бензина и транспортного налога. Ну, я понимаю, что транспортный налог у нас, конечно, очень большой, но давайте строим с вами другими странами. И поэтому задача, собственно, заключается в том, чтобы до каждого человека, который принимает решение, до каждого человека, который желает что-то изменить в городе, донести понимание того, по какому параметру вы актомизируете, чего вы хотите добиться. Если вы хотите сделать город лучше, красивее, здоровее и удобнее для всех, то вам нужно думать, в первую очередь, о пешеходах, потому что есть такой принцип, полно говоря, инженерный. То есть если вы улучшаете что-то для людей с ограниченными возможностями, то удобнее становится всем. Простой пример. Вот у вас есть, например, ванна. Вы делаете там поручи или противоскользящий коврик. Удобнее становится не только тем, кому сложно вылезти, тем, у кого конскоординация, удобнее становится всем. Если вы делаете, например, ванну, удобнее становится не только тем, кто физически не может пройти, но и тем, кто просто чуть тяжелее, например, у него травма ноги или тяжелым чемоданом. То есть удобнее становится на самом деле всем. Поэтому мне бы хотелось, чтобы у нас город становился удобнее не только для тех, у кого есть средства, не только для тех, у кого есть возможность улучшить свой квартал, но удобнее для всех, кто любит свой город, удобнее и продуктивнее для всех тех, кто хочет здесь оставаться. Спасибо большое. Спасибо. Что, у нас три выступающих. Пожалуйста, вопросы выступающие, если есть. Микрофон дам. У меня вопрос, Андрей, к тебе. Как ты думаешь, вот ты предлагаешь сконцентрироваться на каких-то точечных вещах, может быть, заняться уже некой такой стратегией развития пешеходных зон, и они бы заодно решили все эти мелкие вопросы? Или все-таки ты считаешь, что нужно вот заготочиться, вот биться за этот пешеходный переход один, там, еще что-то как? Я думаю, что важна стратегия, конечно, потому что если есть стратегия, то вот такие точечные вопросы, они не будут в принципе вставать. Другой вопрос, что есть, где это была иллюстрация к тому, вот как сейчас проводится, потому что многие о ней слышали, потому что я сам вот по роду деятельности сталкивался с обращением граждан на эту тему, да. То есть я считаю, что важна стратегия в целом вообще развития всего транспортного комплекса. И пешеход, поскольку мы говорим о том, что вот эта картинка, которая с приоритетами, где человек на первом месте, затем ведут велосипедисты, общественный транспорт, личные автомобили. И очевидно, что мы не можем добиться каких-то видимых улучшений в городе, реализовав только одну из этих моментов. То есть нужен какой-то вот четкий такой базисный документ, да, стратегический, в котором бы пешеходы занимали, да, может быть, центральный раздел, конечно, но при этом они тоже должны быть в рамках развития, должно идти в рамках и других транспортных компонентов, общественный транспорт и так далее. Поэтому, конечно, нужна стратегия, отвечая на вопрос. Конечно, нельзя бросаться в авральном режиме на какие-то локальные точки, потому что когда мы занимаемся такими локальными вопросами, это показывает, что мы отвечаем на вызов, который мы отвечаем на что-то, реагируем, то есть мы упустили инициативу. А стратегия как раз-таки это владение инициативой. И важно очень, чтобы Воронеж сегодня, и власть именно владела инициативой, и вот эти стратегические моменты были приняты, проработаны, обсуждали с жителями города диалогов, как я сказал, и тогда это все заработает, тогда мы увидим другой Воронеж. Спасибо. Еще если есть вопросы, я дам микрофон тогда. Нет? Спасибо. Ребята, отпустим вас в площадку.